В Государственном социальном институте в Краскове прошла научно-практическая конференция. Ее тема звучала как «Теория и практика общественного развития в сфере современного научного знания». Участники из 15 городов России, а также других стран представили более 100 докладов. Конференция в Краскове проходит уже 18-й год подряд. Среди научного сообщества ее называют «Люберецкие чтения». Хотя ежегодно организаторы определяют новую тему, которая соответствует духу времени и больше всего интересует современное общество. В этом году представлены совершенно разные направления докладов – экономика, право, педагогика с образованием и даже физическая культура и спорт. Любая конференция, какая бы она ни была, это дискуссионная площадка. Это проводится для того, чтобы можно было обсудить проблемы в современности и предложить обязательно какие-то пути решения. В этот раз в конференции зарегистрировались больше 100 докладчиков. Среди участников – ученые, профессора и кандидаты наук. Однако немало и молодых лиц – аспирантов, магистрантов и даже студентов, которые работали под присмотром научных руководителей. Один из постоянных участников конференции Александр Богомолов выступает уже седьмой раз. В этом году он рассказывает о наградной системе во времена Временного правительства. Эту тему заинтересовало достаточно давно, когда обучался на первом курсе Московского университета МВД. Мы рассматривали биографию моего деда. Он ветеран Великой Отечественной войны. И впоследствии выяснилось, какие у него были награды. Ездил в архив Министерства обороны. И уже когда подобрал весь материал, мы с моим будущим руководителем, Феденом Аталевым Львовным, приняли решение, что необходимо эту работу развивать далее. Все доклады, с которыми выступили участники на конференции, будут помещены в единый сборник. Он будет сделан таким образом, что и сами участники, и читатель смогут проследить логическое развитие мысли по определенной теме и ознакомиться с самыми разными мнениями. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.